По той информации, которая есть на данный момент, ввелись ремонтные работы, дом – это памятник архитектуры. Разрешение на выполнение ремонтных работ выдал департамент обл. администрации. Заказчиком является частная организация. Ну и кто был подрядчиком, сейчас выясняем тоже. Вызвали сюда его, это тоже частная организация. Что послужило поводом обл. администрации, сейчас выясняем. По это, как мы посмотрели, видим уже однозначно, что нет пострадавших. Эта часть здания была не жилая, жил фонд, не пострадал, дом не был на балансе ЖКС, дом ведомственный. Но сейчас выясняем остальные детали. Произошло обрушение части здания. Здание находится, по предварительной информации, в фонде госимущества. Передано в аренду частной компании, которая проводила противоаварийные работы. В ходе противоаварийных работ произошло обрушение. На сегодняшний день мы создаем комиссию, выясняем причину и уже будем посмотреть, кто виновен, делать какие-то определенные выводы. По предварительным данным, есть пострадавшие? Пострадавших и потерпевших в любой категории нет. Как использовалось помещение и были ли разрешительные документы? По предварительной информации, мы ее поднимаем, потому что мы не выдавали разрешение, выдавала область. Ввиду этого мы сейчас получаем части копии проектов, для того, чтобы определить, были ли при производстве работ какие-то нарушения. По предварительным данным, представитель области был здесь и говорил о том, что проектом не предусматривалась разборка оконных проемов, а мы видим с вами два оконных проема разобраны. Ввиду этого будем дальше смотреть, так ли это или не так по документации. Разрешительные документы выдавала область. А как использовалось? Известно? Здание? Оно не использовалось, там никто не жил. Оно давно в аварийном состоянии, до этого было принято решение частным лицом, который арендует его, делать противоаварийные работы. Информации о том, что там были склады, не было? Я не готов сказать, у меня такой информации нет.